Как же бывает прилипчива и необъективна историческая характеристика некоторых государственных деятелей? Аракчеевщина. Все знают, что за этим термином муштра – неоправданная строгость, грубость и насилие. И это все связано с государственным деятелем времен Александра I – Алексеем Андреевичем Аракчеевым. Хотя он действовал и при императоре Павле I, и Александре I, и Николае I, глубоко верующий, трудящийся не ради славы, он на самом деле исполнял волю своих государей. Благодаря ему усилилась русская артиллерия. Благодаря ему снабжение русских войск в войне с Наполеоном было безукоризнено. Благодаря его влиянию именно Кутузов был назначен главнокомандующим. Что касается военных поселений, кои вменяют Аракчееву вину, то их инициатором он вовсе не был. Аракчеев был лишь строгим проводником этой реформы. Кстати, что касается декабристов, Алексей Андреевич отказался принимать участие в подавлении восстания. За это он был отправлен в отставку. Он говорил о себе как о необразованном новгородском крестьянине. Но его личная библиотека была лучшей в России. Он ратовал за освобождение крестьян и перед смертью жаловал 300 тысяч рублей в пользу бедных дворян кадетского корпуса. А в своем имении Грузина он построил храм. И такой, что тот обрел статус собора. Единственный такой случай в России. Умер Алексей Андреевич 3 мая 1834 года. А в заключении слова Пушкина на смерть нашего героя. Об этом во всей России жалею я один. Не удалось мне с ним свидеться и наговориться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова